Тему продолжим обсуждать с юристом, бывшим министром юстиции Станиславом Павловским. Здравствуйте, господин Павловский. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Здравствуйте, здравствуйте. Как вы оцениваете решение ИСПЧ в отношении Влада Филата? Ну, здесь трудно сказать что-либо другое, кроме того, что такого рода решения должны восприниматься так, как они есть, и приниматься к исполнению. Я думаю, что ИСПЧ в очередной раз показал, что они не делают разницы между теми или иными делами, их не интересует министр или премьер-министр, рядовой человек. Они применяют конвенцию по защите прав человека. И в втором случае, раз суд констатировал, что права, правоационные права господина Филата были нарушены, то, как сказал господин Леонид, решение было ожидаемо. Но я хочу сказать здесь немножко еще другую вещь, что это не, на мой взгляд, это не конец. Это не конец, потому что такого рода судебное решение открывает для господина Филата дверь для ревизионного пересмотра всего дела. То есть сейчас, я не знаю, если он пойдет по этому пути, либо не пойдет, но Уголовно-профессиональный кодекс открывает перед ним такую возможность. То есть если вот он пойдет в суд, то суд должен начать ревизионный пересмотр всего дела. Это значит, что это дело может, в принципе, закончиться тем, что в итоге он может быть и оправдан. Мы не знаем, потому что сейчас, по истечении такого длительного периода времени, доказательства уже какие-то исчезли, какие-то утратили свою актуальность. И может так статься, что на данном этапе просто не будет доставших доказательств для его осуждения. Если будет это оправдание, к чему это может привести? Это может привести к тому, что господин Филат может потребовать возмещения ему упущенных заработных плат, возмещения морального ущерба. И это все может вылиться в очень кругленькую сумму. Не говоря уже о том, что он будет реабилитирован. Он просто будет реабилитирован. Это значит, что он сможет заниматься беспрепятственно политической деятельностью, может претендовать на должности в государственном аппарате, тоже должность премьер-министра, например, или там аналогичные должности. Его примеру могут последовать и другие? Ну, пока у нас нет таких судебных решений. Трудно сказать. Но вот смотрите, у нас вот по господину Дамиру был оправдательный приговор, по Эмитабырцу у нас был оправдательный приговор. А это все означает, что они могут вполне обоснованно, на основании закона, потребовать возмещения, принесенного им, вот этим всем незаконным, так называемым, привлечением к уголовной ответственности, ущерба, морального ущерба, и материального в том числе. Потому что госпожа Тобырца, например, она, насколько я знаю, находилась в должности, когда ее привлекли к ответственности. Она может потребовать возмещения своей заработной платы за весь истекший период времени. Там у нее заработная плата достаточно существенная, как бы заместителя, председателя Национального банка. Если посчитать за этот период времени, то это будет интереснее, я так думаю, о миллионах евро. Лея, прошу прощения. Миллионах леев. Вы наверняка следили за ходом судебного разбирательства по делу Влада Филата. Основание его жалобы в ЕСПЧ – закрытый процесс и то, что суд не принял мер для явки свидетелей защиты. Судя по вашей практике, насколько это частые нарушения? Да, надо сначала сказать, что претензии господина Филата о том, что не были вызваны свидетели, суд оставил без осмотрения, посчитал, что нет необходимости рассматривать этот вопрос. И суд ограничился только вопросом, касающимся закрытого характера судебного заседания. Надо сказать, что да, эта проблема наносит в Молдове структурный характер, потому что судьи у нас практически не обеспечены залами судебного заседания. А если даже эти залы и есть, то они очень крохотные, где просто физически невозможно обеспечить присутствие публики. И если так посмотреть, то я думаю, что по 90% молдавских дел, дела рассматривались в кабинетах судей. И если это так, то любой из этих людей, в принципе, может заявить о нарушении такого рода прав в Сталбольском суде. Для этого, конечно, они должны были изначально потребовать, чтобы это право им было обеспечено. Если они этого не потребовали на этапе рассмотрения дела, то тем самым у них будет неисполнение внутренних средств защиты. Это является формальным препятствием для обращения в Сталбольском суде. Но если они обратились в суд, поэтому вопрос, если судом отказал, тогда, значит, это бесспорное нарушение. Какой вывод из решения Испече должно сделать Министерство юстиции и вообще власти? Знаете, очень хороший вопрос. Я бы немножко его даже расширил чуть-чуть. Я бы сказал, что Европейский суд по правам человека четко указывает национальным властям направление для их судебной реформы. У нас сейчас говорится много судебной реформы, судебной реформы, что реформа зашла в тупик и тому подобное. Вот, пожалуйста, я вам показываю пример. Возьмите, пожалуйста, решение Европейского суда и посмотрите, как эти решения исполняются, как меняется практика, законодательство. Если вы видите, что не работает, измените что-то. И то же самое касается и Конституционного суда Молдовы. Конституционный суд Молдовы тоже незакратно высказывался о такого рода нарушениях. Не по закрытому характеру заседания, а по парсуальным вопросам, другим парсуальным вопросам. Вот эти вот два направления, Страдовский суд и Конституционный суд, дают нам очень хорошую базу для правильной организации судебно-правовой реформы Молдовы. И я думаю, что национальные власти Молдовы должны прислушаться к этим вещам. Эту реформу власти объявили приоритетом. Как, по-вашему, идет эта реформа? Ваша оценка? По моему мнению, реформа идет в совершенно неправильном направлении. Да, состав судебных органов надо поменять, надо его привести в порядок. Но свести реформу только к этому вопросу, на мой взгляд, это неправильно. Параллельно с очисткой государственного аппарата, параллельно с очисткой судебных органов, прокурорских органов, необходимо изменять уголовно-процессуальное закладательство Молдовы. Сделать так, чтобы вот такого рода нарушения, вот как в данном случае с господином Филатом, чтобы они просто не имели места. Судьи должны четко знать, в чем состоит их обязанность и какие процессуальные последствия несоблюдения этих обязанностей. Но я думаю, что в данном случае у нас имеется огромный простор для деятельности. Я думаю, что господин министр юстиции, да, он оставляет впечатление человека, который хочет поменять, но я так понимаю, что ему не хватает опыта для того, чтобы за это притворить жизнь. Так вот, я говорю, возьмите, пожалуйста, господин министр, решение Астраловского суда, решение КСОН-го суда, посмотрите, на что обращалось внимание этими высшими судебными органами, и, пожалуйста, вот вам направление для реальной реформы в Республике Молдова. Вот все, о чем вы только что говорили, что мешает это сделать? Ну, я думаю, что, видите, господин министр, он, помимо того, что он министр, он еще и политическое лицо. Он политическое лицо, он является заместителем председателя партии, и в какой-то степени, конечно же, он связан с партийной дисциплиной, он связан с теми тенденциями, которые существуют в партии, он связан с различными внутрипартийными интересами. Я думаю, что вот эти вот вещи, они ему и мешают. Он должен немножко подняться над партийными интересами, он должен подняться над различными видениями партийными, которые не всегда соответствуют потребностям судебно-правовой системы Республики Молдова. И тогда у него все получится. Мы говорим о реформе. Кадровый вопрос играет какую-то роль? Ну да, известно. Формула, что кадры решают все, ее никто еще не отменял. Так оно и есть, действительно. Но, надо сказать, что у нас существуют институты юстиции, которые готовят кадры, готовят прокуроров, готовят судей. У нас существует система перфекционирования, совершенствования. Существует система совершенствования, профессиональное совершенствование кадров и судей, и прокуроров. Различные семинары организовываются, конференции, учебные визиты за границу. То есть Европейский Союз, партнеры по развитию, помогают нам совершенствовать состав и прокуроров, и судей. Но, надо сказать, что не всегда западные эксперты не всегда понимают о том, какие проблемы существуют в системе, каким образом эти проблемы могут быть решены. И самое главное, как сделать так, чтобы вернуть доверие народа, это доверие населения в судебно-правовой системе. Поняла. И сегодня же ИСПЧ обязал власти выплатить более 6 тысяч евро бизнесмену Валентину Ешану, который был под арестом два года по делу об уплате налогов. Господин Павловский, два вердикта заде. О чем это говорит? Ну, это говорит о том, что Европейский суд по правам человека повернулся лицом к, в том числе, к необходимости проведения судебной реформы в Молдове. Потому что я, честно говоря, не читал дело господина Ешанова, я попытался найти его, но мне не удалось. Вот сейчас я его обнаружил, но еще не успел его почитать. Вот. Но надо сказать, что проблема длительности арестов – это очень существенная проблема для Молдовы. Странсбольский суд неоднократно говорил, что арест – это чрезвычайная мера, которая может применяться лишь в том случае, когда применение других мер, таких как подписка о невыезде, домашний арест, является невозможным. Когда государство убедительно показало, что применение других мер является невозможным. У нас, к сожалению, надо признать, арест превратился из чрезвычайной меры, арест превратился у нас в систему. То есть суд у нас арестовывает, следственные судьи арестовывают у нас по конвейеру, как говорится, людей. И практически обжалование этих арестов в апелляционную палату, как в костационную палату, в костационную инстанцию не дает никакого ответа, не дает никакого результата, потому что апелляционный суд таким же образом по конвейеру отказывает в освобождении арестованных людей. Это совершенно неправильно, потому что у нас, во-первых, Не хватает мест в изоляторе временного содержания, там не хватает просто мест физически. Люди живут там в несколько раз больше людей, чем требуется, разрешено. И уменьшение арестов, конечно, повлекло бы за собой улучшение условий содержания тех, кто действительно обусловно находится под арестом. С другой стороны, вернул бы людей в свои семьи, освободил бы государство от бремени их содержания, их кормления, в вождении в баню и тому подобное, целый ряд других мер. Удешевилась бы стоимость судебной системы, перенитенциарной системы Республики Молдова. То есть были бы только положительные моменты. Арестовывать людей нужно только тогда, когда эта мера действительно является обязательной, когда без этого невозможно. По делам об убийствах, например, по делам о бандитских нападениях, разбойных нападениях. Там идет речь действительно о применении насилия, где человек представляет опасность, реальную опасность для общества. В данном случае мы ведем речь об уклонении от уплаты налога. Ну, прошу прощения, но для меня это просто смешно, когда под такого рода преступлением применяется арест и еще такого длительного срока содержания, два года. Это вообще недопустимо. Господин Павловский, Молдова кандидат на вступление в ЕС. Эти вердикты помешают или могут помешать евроинтеграция нашей стране? Я думаю, что они могут и помешать, могут и не помешать. Все будет зависеть от того, как Молдовские власти реагируют на эти вердикты. Потому что вынесение такого рода постановления суда влечет за собой необходимость их исполнения. В Страсбурге исполнением такого рода постановления занимается комитет министров. Комитет министров Совета Европы он занимается. И вот комитет министров, он находится в постоянном контакте с властями страны, не только Молдовы, любая другая страна. Они применяют меры общего характера и меры индивидуального характера. Вот индивидуальный характер, это вот выплаты вот этих денег, да, 7500 рублей, господин Филат, это классическая мера индивидуального характера. А вот меры общего характера, как сделать так, чтобы такого рода действия не повторялись по другим делам. И вот здесь уже будет зависеть от отношения государства, как государство отреагирует на такого рода судебные решения. Я думаю, что молдавские власти, они поднимают, а если не поднимают, то должны понять, что им необходимо действительно реагировать. Если мы являемся искренними в нашем намерении улучшить состояние дел в судебно-правовой системе, тогда у государства не остается ничего другого, как действительно всерьез воспринять такого рода судебные решения. Не только по господину Ишану или по господину Филату. Как я уже говорил, по всем судебным решениям, которые были вынесены властям, с радостным судом в отношении действий власти Республики Молдова. Господин Павловский, огромное спасибо за интервью. До встречи. Пожалуйста, до встречи. Удачи вам.